у нас сегодня в гостях марлен как вы видите у него правый глаз смещен влево есть такая интересная симптоматика да сегодня разбираемся почему это существует и нужно это дело все убрать так здесь меня будет видно я буду рассказывать показывать те кто купил у меня онлайн-курс любят для вас это шикарнейший вариант посмотреть как работает с неврологией так марлен стане немножко подвину его зовут марлен 6 лет до 6 лет единственная травма которая рассказывает родители связанная с этой дисфункцией это удар в область лба упал да он там подскользнулся на машинке и лбом ударился а началось в это после сразу или незаметно потихоньку так ну-ка длинь на меня глазки посмотрю а теперь туда глянь вот когда он смотрит в левую сторону достаточно хорошо заметно что этот глаз смотрит прямо я сейчас прям на камеру покажу марлен теперь посмотри на лево налево прям глазки поверни на папу вот видите да у него глаз как будто смотрит прямо это не очень специфично для зрительных анализаторов поэтому будем работать твоя задача сейчас просто лечь и ничего не делать парлен ложись вот он или как прорезает шагу на спину ложись переворачивайся почему вожу потому что мне так просто будет удобнее ему будет удобнее работать буду через себя не через него его тестировать будет неудобно потому что он скорее всего не поймет что он должен сделать он очень стеснительный и у меня он первый раз ты отец да пожалуйста проговори следующую фразу я разрешаю тестировать себя разрешаю тестировать марлена через егора я я доверяю я доверяю вдох выдох окей поехали итак у нас есть травматический генез возможно была травма лба сейчас я просто буду работать через себя тестировать через себя я буду вам озвучивать в следующем дальнейшем у нас должен быть какой-то результат по поводу глаза ну или он озвучит что стало лучше или не стало лучше поехали так 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 Проблема структурная показывает в области затылочной кары. Проблема структурная и неврологическая является коренной проблемой, связанной с дисфункцией коры головного мозга в затылочной доле. То есть кора неправильно контролирует движение глаза. Себе я буду, наверное, записывать. Записать надо, то забуду. Структура. Структура. Второй. Дальше затылок. Милология. Неврология. Что такое неврология? Ну, если вы уже купили мой курс и прошли его по примитивному рефлексу, вы знаете, что означает слово неврология, вдаваться в подробности не буду. Задача поискать уровень, да? Поражение. Десятый уровень поражения. Уровень поражения ядер продолговатого мозга, оно может быть талануса, либо ретикулярной формации. Сейчас тестирую ядра через себя. Ага. Блин. Пожалуйста. все что тестирует через себя я прошу его сделать ну как бы лечебное воздействие здесь идет барлен языком толкни правую щеку о левую нет другую сторону держи 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 и сюда еще разок еще все готов можешь отпускать толкай щеку сюда сюда и сюда нет сюда только сюда еще раз через ухаживательный рефлекс не получается перезагружать продолговатого мозга есть уровень где перестает действовать сухожильный рефлекс в данном случае та ситуация где сухожильный рефлекс не работает нужны другие инструменты для перезагрузки поэтому это ну скажем так знание третьего модуля поэтому на первых модулях их не даю теперь пожалуйста опять языком сюда замечательно работают тоже через себя то есть есть такая техника работы через себя через зеркальные нейроны если вы хотите могу научить работа полный развал система обрушилась значит можно приступить к мануальному воздействию область черепа нам понадобится сейчас нам понадобится сейчас да примерно около 40 минут нам понадобится на восстановление функции глаза держи ну конечно это время немножко дотянем потому что чтоб до конца доделать ну вот сколько курсов уже прошли по лечению ну где до этого это курсов 4 наверное у невропатолога или у мануальщика Некропатологи у разных, у двух были, потом в глазном центре были в городе, в главном государственном, потом, ну, это аппарат, который сидит же, там где-то 20 курсов или 30 курсов прошло, где именно с аппаратом, а 10 раз я 3 раза где-то ходил. А очень трудно, когда ребенок, ну, где-то в 6-5 лет, он не может некоторые вещи озвучить, ну, сколько стало лучше, где стало лучше видение, куда сместилось, то есть он, скорее всего, нам это всего не покажет, это надо либо визуально смотреть, либо в процессе жизнедеятельности, в быту, да, ну, в любом случае это работает. У меня недавно случай был, буквально вот на днях, у девочки тоже была травма, очень сильная затылка, она не может на свет смотреть, потому что она в очках темных ходит, ее. Ну, 20 минут работали. И все, да? Да, все. Это к тому, если это видео будет где-то показано, всегда спрашивайте травмы. Барлен, ты как себя чувствуешь? Хорошо? Уже не страшно? Глаз нормально себя чувствует? Ничего не поменялось? Лучше не стало, хуже не стало, да? Он у тебя хорошо видит? Хорошо. Под руками череп покачивает немножко, что-то там меняется. Череп не имеет интересную вытянутую форму, вот здесь сужается форма, затылок широкий. Обычно любая травма сопровождается остановкой краниального ритма. Ну, и травма имеется в виду головы. Из этого видео еще должно быть вам понятно, что, если специалист, обладая должным навыком и опытом, да, работать можно через зеркальные нейроны. Это удивительное чудо, которое существует у человека. Очень часто проявлено у родителей, у которых взаимодействуют с своими детьми более-менее. Там у мамы. И, собственно, болезни родителей очень часто проявляются через детей благодаря вот этому чуду. Надо следить за своим здоровьем, чтобы у ребенка было все хорошо. Ну, форма чуть-чуть изменилась. На 10-м уровне еще остается дисфункция. Здесь функция ядра тройничного нерва. Можешь прикусить здесь? Нет. Челюсть сжать. Вот здесь. Открой. Опять сожми здесь. Все. Сожми здесь. А теперь вот этим глазиком посмотри вот сюда. Вот на нос свой смотри, а здесь сжимай. Нажимай сюда, смотри. Этим глазом на руку смотри. На мою руку смотри. Вот этим глазом. Вот сюда смотри на палец. На палец. Сюда смотри. Сюда смотри. Глазом, глазом, глазом. Сюда. Своим глазом правым. Вот сюда смотри. Да, вот так. Отлично. Смотри на палец. Вот этим глазом, вот сюда смотри, сожми челюсть. Теперь за рукой глазом следи. Вот сюда смотри, вот сюда смотри. Вот так, молодец, отлично, шикарно. Произошло очередное обрушение системы, работаем дальше. Этим глазом очень тяжело смотреть в сторону носа. То есть управление через глазной нерв в эту сторону очень плохое, и ядро плохо работает. Марлен, скажи мне, пожалуйста, что-то поменилось, изменилось с твоим глазом? Что изменилось, расскажи. Удобнее стала держать или зрение изменилось? А что конкретно? Поэтому с детьми трудно разговаривать, он понимает, что у него что-то изменилось, но не может объяснить, что изменилось. То есть, возможно, хватает словарного запаса, а может, он просто стесняется. Ты просто стесняешься? Нет? Ну, давай, расскажи, что поменялось с глазом. Ничего. Ты же сказал, что-то изменилось. Сказал, легче стало. Что легче стало? Ну, папе расскажи, не мне расскажи. Папе расскажи. Папе тоже интересно. Удобно смотреть, да? Не тяжело? Верите стало? Да. Здорово мне, да, забыть сейчас. По которому мы будем ходить к другому. Это, к слову, тем родителям, которые воспитывают детей через ремень и ложку, да? Если ребенок что-то делает неправильно, вот, в старые времена так воспитывали, дурачков нарожали на планету, точнее, умных нарожали, дурачками сделали. То есть, что-то не так делают ложкой в лоб. Да, если глаз следит за предметом, он прилетел, реакция, да, болевого рецептора была сильная, то глаза... Ну, ядра просто клинит. Ну, это же родюшки простые, на самом деле. Просто биомеханические. Ядра клинит, и все, человек дурачок кажется. Поэтому этот воспитательный процесс не самый лучший. Ну, бить по голове, по затылку там со всей силой не надо. Особенно по затылку не надо. Вот в эту область. Сразу в ретикулярную формацию попадаете. Основной регуляторный механизм там... Есть поражение шестого уровня. Шестой уровень вы уже знаете. Если вы покупали у меня курс, шестой уровень, это, безусловно, рефлекс. Он где-то лежит. Но для глаз, безусловно, рефлексы лежат в верхней части шейного отдела. Поэтому будем их смотреть. Смотрим. Второй шейный позвонок. Нет. Первый шейный позвонок. Нет. Третий шейный позвонок у него смещен. Но не он. Седьмой шейный позвонок. Безусловно, рефлекс лежит там. Проверяем на приоритетность. Да. Назначимость. Да, приоритетный. Седьмой шейный. Седьмой шейный. Седьмой шейный. Будем перезагружать. Раз, два, три. Все, что находится ниже этого уровня, поддается перезагрузке через ухожильный рефлекс. Что-то такое. Все. Сидим и гасим рефлекс. Насколько вы помните, рефлекс можно погасить при пульпаторном воздействии в нужных зонах. Пока область травмы мне тела не показала, потому что травма была в области лба. Но в данном случае рефлекс гасится с двух точек, одна из которых переносится. Посмотрим, что будет дальше, пока паратравму не показывает тело. Рефлекс погашен. Рефлекс погашен. Синапсы. Синапсы. Это количество нейромедиатора симпатической нервной системы. Ну, в данном случае симпатическая нервной системы, ее отношение к количеству сигналов с... Ну, симпатической нервной системы и отношение к парасимпатической нервной системе. Глаз имеет смешанную иннервацию. Это парасимпатика двигательной активности и чувствительной активности. Ну, то есть, там несколько таких особенностей. Окей. Держи, спокойненько осталось, да? Чуть-чуть совсем осталось. Не первичный. Ну, когда я посмотрю отсюда. А, вот отсюда парасимпатик. Держи, спокойненько. Держи, спокойненько. Есть, да? Нашли. Теперь перезагрузили. Задача подогнать количество сигналов. Это рассказывать не буду. Это пройдете на третий модуль, если приедете на обучение. Лежи спокойно, ничего не делай. Осталась проблема болевого рецептора, наверное. Ну, просто рецептора, пока не знаю, какого рецептора. Ну, посмотрим эту область. Да, это вот здесь. Ну, вот мы дошли до места травмы. Болевой рецептор. Работаем в этом месте. Есть. Болевой рецептор больших площадей. Да, неприятно человеку, когда его лоб долбят. Ну, что сделаешь? Далее процесс вам понятный. Я думаю, если вы научились тому, что нужно было научиться. Смотрим место паторичного рецептора. Он здесь рядом, недалеко на области переносится. Это зубочистка. Вот так тебя кольнул в этом месте. Не больно? Ну, хорошо. Все, вышел. Все, перезагружаем болевой рецептор. Удерживаем. Вот так вы. Прошлись по уровням поражения данной проблемы. От десятого к первому уровню. Несколько уровней нарушения. Это ядра подолговатого мозга. Ядро тройничного нерва. Языкоглоточного нерва. Точнее, подъязычного. Но они там все рядом, поэтому трудно дифференцировать на самом деле. Вот так вот. Удерживаем. Тройничный и лицевой нерв. Несколько ядер пораженных. Это не поражение, в действительности это просто заклинило. Вот если вы знаете механизм автомобиля, как фары включаются, то вы включаете тумблер, включается релюшка, а потом включается через релюшку фара, чтобы сильное напряжение не шло через выключатель. Такой же механизм, заклинило релюшку, все, релюшка не работает. Сейчас мы просто разомкнули релюшки, перезагрузку системы сделали, апгрейд, так сказать, апдейт, я даже так сказал. Ну и убрали заклинивший элемент рецептора. Ну и произошло небольшое обрушение, работаем с черепом. Пошевели, пожалуйста, глазками вправо, влево, вправо, влево. Еще. Шевели. Ну, теперь вроде полноценное движение, качественное. Удобно двигать теперь глазами. Легче стало. Ну, замечательно. Теперь левым глазом посмотри на нос, на нос, на слой, левым глазом. Теперь правым глазом. Все. В принципе, функция достаточно быстро восстановилась. Поражение действительно неврологическое. При таких поражениях стоит обращаться к неврологу, стоит делать снимки. Почему? Потому что управление глазом может нарушаться на разных участках, не только на уровне ядер. Это может быть зрительный перекрест, это может быть рецепторы, да, там, по мышцах, глазодвигательных, это может быть сам нерв пораженный, да, двигательная его часть. То есть, в любом случае при таких поражениях нужно обращаться к неврологу, невропатологу. И когда встанешь и пойдешь, тебя может немножко качать. Если будет качать, ты остановись, ладно? Постой возле кушетки или возле ПАП. Ну что, посмотрим, что у нас получилось. Вставай, походи. Вставай, вставай, слезай. Без тапочек просто походи, пожалуйста. Туда пройди, сюда пройдись, расскажи мне. Легче стало жить? Нет, не стой, ходи. Ходи. Если тебе голова не кружится... Заходи, дверь и обратно. Ну-ка, посмотрим. О, нехронный глазок, так? Ну-ка, камеру давай посмотрим. Посмотри. Так, вот так, стой здесь. Нет, чуть подальше. Чуть подальше. Ага. Сейчас мы посмотрим, что поменялось в твоих глазках. Смотри на ПАПу. На ПАПу. Нет. Глазками. Глазками, да. О, отлично. В другую сторону. Теперь в ту сторону смотри глаза. Замечательно. Ну вот вам, пожалуйста, крутой результат. Теперь поверни голову. А глаза оставь. Нет. Голову поверни на ПАПу. Ага. Поверни голову. Голову. Голову поверни ко мне, Бор. А глазами на камеру смотри. О, замечательно. Теперь в другую сторону голову. Голову в ту сторону спирать, да? Ага. И глаза... Замечательно. Чуть-чуть, чуть-чуть не остается, чуть-чуть отставание небольшое есть, но дома упражнение поделайте, будет лучше. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья!